Дворец тренинг Официальная резиденция президента РФ в Санкт-Петербурге Этот дворцово-парковый ансамбль с уникальной историей, основанный Петром Первым. Он пережил времена расцвета и упадка, был полностью восстановлен и теперь является частью государственного комплекса Дворец Конгресса. Как и многое в Петербурге, история этого комплекса связана с Петром Первым. Царь мечтал о приморской резиденции и изначально планировал разместить дворец и парк с фонтанами именно в Стрельной Мызи. На высоком уступе, в двухсот метрах от моря, был заложен сначала деревянный, а потом и каменный дворец. Однако вот реки Стрелки не хватило для бесперебойной работы фонтанов, и потому Петров двор, всем известный ныне как Петергов, переместился на запад вдоль залива. Строительство продолжает уже дочь Петра Первого, Елизавета, однако и она жить во дворце не будет. Возрождение резиденции началось в XIX веке, когда владельцем стал великий князь Константин Павлович, в честь которого и был переименован дворец. Фотографировать внутри Константиновского дворца в Стрельне можно лишь в определенных местах, после того, как купишь билет на право фотографировать. Хочу отметить, что в Константиновском дворце проводятся различные экскурсии, в рамках которых можно увидеть различные залы и достопримечательности. Мраморный зал – второй по величине зал Константиновского дворца. Из его северных окон открывается вид на парк и панораму Финского залива, а расположение соответствует центральной оси ансамбля, что объясняет историческое название зала «Центральный». Стены зала отделаны искусственным мрамором, который может иметь такие оттенки, которые в природе не встречаются. Ежегодно в раморном зале проходят церемонии награждения лауреатов различных премий, встречи президента Российской Федерации с общественностью Санкт-Петербурга и другие наиболее важные государственные мероприятия. В экспозиционных залах дворца представлена постоянная выставка «Коллекция Константиновского дворца. Дар Усманова. Собрание произведений русского искусства XVII-XX веков, которое создавалось на протяжении 30 лет деятелями музыкальной культуры Вишневской и Ростопоичем». Коллекция насчитывает около 900 предметов. Живописные и графические разделы представлены работами Серова, Брюлова, Иванова, Репина, Рериха, коллекция фарфора, резная холмогорская кость, Великоустерский финфит, изделия из малахита, художественное стекло, серебро и бронза, предметы мебели. В 2007 году это обширное собрание, выставленное на торги акционного дома в Лондоне, было выкуплено российским предпринимателем и меценатом Усмановым для последующей передачи в дар государству. Местом для размещения возвращенной коллекции стал Константиновский дворец, художественное собрание которого было утрачено после революционных событий 1917 года. Местом для размещения Зал Бельведер предназначен для неофициальных встреч в узком кругу, ведь Константиновский дворец – это дворец Конгресса и место встречи президента с руководителями иностранных государств. Резиденция Путина на время его пребывания в Санкт-Петербурге и встреч с президентами других стран находится в коттедже Москва, который расположен на территории Константиновского дворца. В этих креслах сидят высокие договаривающиеся стороны. В них сидели президенты Путин и американский президент Джордж Буш. При реставрации дворца, фактически при его полном восстановлении, к 300-летию Санкт-Петербурга Бельведер был оформлен художником-реставраторами в морском стиле, видикают компании с выходом на смотровую площадку. Продолжение следует...